И еще раз здравствуйте, еще раз доброе утро. У нас в студии не менее творческие, ну и, наверное, счастливые люди. Итак, это Саяко Накая, пианистка, Асия Садыкова, директор автономной некоммерческой организации Татарско-японский культурно-информационный центр «Сакура» и Даниэр Соколов, директор фонда развития исполнительского искусства «Сфордзанда». Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Саяко, первый вопрос к вам. Саяко Сан, как нам сказали, нужно обращаться. Вы впервые в Казани? Да, впервые. Ну и, как всегда, у нас традиционный вопрос. Традиционный, не можем обойтись без этого. Как вам наш город? Очень красиво, мне очень нравится. Нам приятно это слышать. Что будете исполнять в БКЗ? Какая программа музыкальная? Второй концерт, Рахмай-2. То есть у вас одно произведение будет, с одним произведением вы будете? Да, одно произведение. Да, вот, и еще говорят, вы слышали музыку, написанную нашим, нашим, национальным, скажем так, композитором, Эльмиром Низамовым. Вот, когда услышали это исполнение, и вообще, какое впечатление на вас произвело его творчество? Мне показалось, что он немножко похож на японскую музыку, там пентатоника, и он прислал мне несколько произведений для город пиано. Мне очень понравилась пьеса, называется «Бабочка». Вы ее исполняете где-то в своей программе музыкальной? Может быть, завтра я буду играть после Рахмай-2. Я надеюсь, что, да, вас на бис, когда будут вызывать, чтобы исполнить это произведение. Так, Свет, в двух словах пентатоника, это что? Ладно, потом. Ну, нет. За кадром я тебе расскажу. Да, 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 нет. Ну, раз у нас такая японская тема, чем вам нравится японская музыка? Вдохновляет она вас? Вообще японская культура в целом? Ну, конечно, это самое, для меня это вообще загадочная страна, очень интересная, с глубокой и давней культурой. И так как у нас наша культура не менее древняя, давняя и очень с глубокими корнями, мы решили это объединить все в такой замечательный, интересный концерт. Вот вы сказали одно произведение, действительно, это грандиозное произведение, второй концерт Рахмай, это огромный пласт музыки. И что нам очень ценно, это то, что наш молодежный оркестр будет ее исполнять впервые. Мы взялись за такое масштабное и серьезное произведение совместно с молодежным симфоническим оркестром. Наш оркестр Сфорцанда. На сцене будет 65 человек музыкантов, то есть если наш базовый малый симфонический оркестр, в нем всего 30 человек. Сейчас мы сделали это более масштабно, это будет уже почти в два раза больше людей. И вот буквально вчера мы ездили в Зеленодольск, собрали полный зал вместе с Аякой, сыграли замечательный концерт. То есть вы уже в Зеленодольске были, уже порадовали. Мы, да, мы показали немножко... Это тест-драйв такой был, творческий, да? Тест-драйв прошел, ну ура, публика была в восторге, но не только от Рахмай, но я хочу сказать, что именно второе отделение, музыка из японских мультиков, аниме. Да, 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 Даниэр, это очень интересный вопрос, потому что для обывателя Япония ассоциируется, ну, наверное, прежде всего с аниме, да? Из каких аниме была музыка, действительно ли это так? Дело в том, что мы собрали музыку из... Дело в том, что аниме вообще в Японии, оно подразделяется на разные категории. Есть взрослые, есть детские, есть какие-то ультрасовременные. И мы постарались собрать музыку разной аудитории, и взрослой, и детской. И поэтому получилось настолько живо и как-то воздушно все, вот это на большом экране у нас с видео это все идет, с визуализацией. То есть это можно... Пришел и посмотрел, и познакомился, собственно говоря, со всем пластом этой интересной истории. А музыка потрясающая. Я вам говорю, всем советую завтра прийти, потому что после исконной русской музыки Рахманинова, я надеюсь, еще прозвучит наша национальная музыка в исполнении Саяки, и потом абсолютно воздушное второе отделение смотрится на одном дыхании. Вот всем советую прийти. 2018 год... Пока еще немножко билет есть. Еще чуть-чуть? Хорошо. Запомнили, запомнили. 2018 год это год культуры Японии в России. Ну и наоборот, да? Не ошибаюсь? Это перекрестный год. Перекрестный год. Какие мероприятия у нас уже прошли, проходят и пройдут? Ну, фактически, мы начали подготовку с конца прошлого года. У нас прошел очень интересный фестиваль японского кино. Кстати, там договорилась, значит, японская сторона с татарстанской стороной, конкретно с ТНВ, о том, что на ТНВ будут показывать японские фильмы. И даже, может быть, их переведут на татарский язык. По крайней мере, об этом идет речь. Второй момент очень важный. Наш центр называется «Татарско-японские», поэтому мы делаем программы как бы двусторонней. Вот этот пример. Фактически, я познакомила Саяко с Данияром, значит, и с Эльмиром Низамовым. И вот пошло сотрудничество. И очень важно, что японская молодежь откликается. Вот здесь тоже еще один пример. Значит, если операторы смогут показать вот эту книжку. Эту книжку издал в Японии как раз в конце прошлого года Юта Хащияма. Он к вам приходил на программу. Да, было дело. Про выставку кукол, по-моему, да? Нет, нет, нет. Он учил татарский язык в Казанском университете. И вот издал книжечку. Значит, вот вы можете показать операторам. А можно посмотреть, да, мне любопытно, что здесь. Да, конечно. Потому что очень яркая такая красочная обложка. О татарстане и о татарах. И самое главное, что когда вот поднялся языковой вопрос здесь, в Японии именно в этот момент стали преподавать татарский язык. То есть татарский язык очень вас требует. Вот, кстати, к вопросу языка. Свет, можно показать обложку, да? Да, да, да. Меня заинтересовал вопрос. Ну, вот этот шрифт, японские иероглифы нам понятны, да? А что это за шрифт? Сейчас нам Саят скажет. Такой золотой. Это, да. На японский это... Не очень похож. Абсолютно, да. Не очень похож. Что это за шрифт? У японцев три азбуки. Это тоже на японском? Да, конечно. Ничего себе, неожиданно. Три азбуки. О чем эта книга? Ну, вообще о татарстане, о кухне, о людях. Вот здесь даже и фотографии Рустама Нургалеча есть. Вот здесь вот. Да. А, в хоккейной форме. Кстати, сейчас у нас изучают русский язык и татарский язык целая группа японской молодежи, и они, я надеюсь, на фестивале аниме, вы спрашивали о том, какие будут мероприятия. Вот ближайшее в конце марта, значит, будет аниме-фестиваль «Феникс». Это очень известный такой фестиваль. Он уже проводится, он международный, проводится уже в 12-й раз. И нас поддерживает постоянно посольство Японии. И в этом году у нас будет группа японских барабанщиков. Кстати, они будут давать не только концерт и выступать на аниме-фестивале, но они еще дадут мастер-класс. Потому что, как вот оказалось, когда мы разговаривали с музыкантами, вот в частности, Данияр подсказал о том, что барабанная культура у нас не очень так развита, и это очень востребовано. А в Японии развита? Да, конечно. Гораздо лучше. О, это будет очень интересно. Кстати... Да, весь год, весь год, мы надеемся, что 2018-й пройдет успешно, перекрестный русско-японский. Мы обменяемся культурой и станем чуть-чуть богаче всех. Ну, и не только год. Не только год, да, да. Будем надеяться, что наши отношения благодаря этому сотрудничеству будут только развиваться. Спасибо большое. Желаем вам удачи в начинаниях. Ну и хорошего концерта, конечно же. Спасибо, спасибо. Мы уверены, что все пройдет на 100%. Ариготугу займас. Согласен, абсолютно согласен.